В Кирове начало второго. Здравствуйте. Начинается программа «Особое мнение». Сегодня это «Особое мнение» Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, члена общественной палаты Кировской области. Олег, добрый день. Добрый день. Всегда вначале говорил о том, что на сайте «Кирова.ру» есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, с помощью специальной формы вы можете задать вопрос гостю особого мнения. Вопрос есть. Один пока автор вопроса Павел. Он интересуется у вас, Олег. Есть группа активных граждан, которые хотят помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Какую организационную форму посоветуете? Мало информации, видимо, для того, чтобы конкретные рекомендации давать, но все-таки. Да, мы можем проконсультировать по этому вопросу. Важно понять, в какой форме люди готовы оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Если это будет в форме оказания услуг, то есть непосредственно люди будут приходить и что-то делать. То лучше всего автономная некоммерческая организация. Она создается как раз для того, чтобы оказывать услуги. Если аккумулировать у себя денежные средства, то есть в виде благотворительных пожертвований, эти благотворительные пожертвования расходовать для помощи лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, то для этого законодательство предусматривает организационную правовую форму фонд. Ну и у фонда могут быть спецификации, допустим, благотворительный фонд, чтобы подпасть полностью однозначно под требования закона о благотворительной деятельности. Но подробно об этом, то есть можно на консультации, нам можно позвонить. Вы имеете в виду центр поддержки некоммерческих организаций. Все-таки хочется мне продолжить вопрос, заданный Павлом. Насколько сейчас активно кировчане и тут регистрируются? Очень активно. И большинство активности, кстати говоря, идет без регистрации. То есть если есть желание кому-то помочь, люди это могут сделать десятками разных способов. Вопрос государственной регистрации юридического лица – это вопрос серьезный. Тут надо 10 раз подумать, один раз принять решение, потому что юридическим лицам в организационно-правых формах некоммерческих организаций живется непросто. То есть это обязательная отчетность. Аудит, помните, говорили в прошлый раз, да? Для благотворительных фондов предусмотрен аудит, обязательный, ежегодный. Сейчас появились 5 новых форм отчета в статистику. Пенсионный фонд сейчас ввели новую форму ежемесячного отчета по сотрудникам. Ну и так далее, и так далее. То есть к этому надо быть готовым. И сразу необходимый бюджет будущей организации, если это будет официально зарегистрировано юридическое лицо, и закладывать средства на оплату труда бухгалтера, который будет... Без этого никуда. Да, без этого будет очень сложно. Вот такое пояснение от Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки НКОН, члена региональной общественной палаты. Продолжаем еще разговор о некоммерческих организациях. Буквально совсем недавно, 20 апреля, в Оренбурге состоялось очередное заседание Общественного совета Приволжского федерального округа по развитию институтов гражданского общества. Один из выводов, который можно узнать по итогам этого заседания, господдержка некоммерческих организаций растет, но активность такого рода организаций недостаточно. Согласитесь с этим выводом? Сложно сказать, что по уровню достаточности и недостаточности. На самом деле... Ну, в частности, речь идет о деньгах. Вроде неплохие суммы выделяем. На самом деле, господдержка растет. Она растет на федеральном уровне. Она меняется. Если раньше были только президентские конкурсы грантов и конкурс Минэкономразвития, то есть, как бы, вот две альтернативных таких, куда можно было обратиться, и по конкурсу Минэкономразвития поддерживались регионы, имеющие программы поддержки социально-ориентированной коммерческих организаций, то в этом году программа Минэкономразвития свернута, и Минэкономразвитие не будет помогать регионам для того, чтобы они реализовывали собственные программы. А это вот те самые грантовые конкурсы, которые проводились внутри региона, но с привлечением, то есть, деньги Минэкономразвития плюс деньги регионы. В прошлом году у нас вот этот был областной конкурс грантов, но львиные доли, это были деньги федеральные Минэкономразвития, и там, по-моему, всего один миллион был областных регионов. Вот сейчас победители этого грантового конкурса, они реализуют свои проекты, отчитываются. В этом году такого конкурса не будет. И чем это чревато, на Ваш взгляд? Просто вот этот конкурс, его, ну, как бы так сказать, не передали, а у президентских грант-операторов появился специальный оператор, который будет заниматься еще одной линейкой. Точнее, там два новых появилось грант-оператора президентских, будут более подробно заниматься инициативами некоммерческих организаций с малых территорий, из малых населенных пунктов, то есть, чтобы любые районные там организации, поселковые, сельские, если они найдутся в регионах России, могли принять участие. То есть, я так понимаю, что планка там участия будет чуть снижена по сравнению с теми организациями, которые опытные в крупных центрах. А у нас-то есть ли в регионах вообще? Есть. У нас есть, но в большинстве случаев у нас это отделение, территориальное отделение, местное отделение, там крупных сетевых организаций, там, как, допустим, общество инвалидов, там, союз женщин, ну, и так далее. Но они в любом случае могут участвовать в этих программах? Да, если они зарегистрированы как юридическое лицо, и, там, на момент проведения гранд-таба конкурса существует не менее года, то они могут принять участие, подать заявку и получить финансирование. То есть работа идёт, как это будет по сравнению, там, с прошлыми годами, с прошлой, там, вот, системой. Можно сказать чётко, что будет, в общем-то, поддержка? Нет, скорее всего, вот, в абсолютных выражениях, то есть денег действительно становится больше, то есть государство больше тратит. Вопрос в том, что, если раньше был вот такой вот выбор, там, участвуйте в программах Минрегиона или в конкурсе президентских грантов, то сейчас такого выбора практически, там, нет. Ну, вот это федеральная тенденция, собственно говоря. Это плохо? Ну, меньше возможности у региона, как бы, принимать решения, как, что поддерживать на своей территории, там, какие организации, там, знаем в лицо и так далее. Кроме того, ну, разумеется, вот на том же совещании, о котором было сказано, там, шла речь, там, и о поддержке, там, и регионов, то есть те средства, которые выделяются регионами. Ну, мы живём в регионе дотационном, то есть я прекрасно понимаю сложности бюджета, то есть у нас, вот, правительство доставало, там, там, этот миллион рублей, вот, других регионов, которые не являются дотационными, там, конечно, иная картина, вот, и те, там, сотни миллионов. То есть это напрямую зависит от уровня доходов, от уровня жизни конкретного субъекта или рации? Да, регион может, если регион может себе позволить проводить собственный грантовый конкурс, ну, ради бога, то есть закладываются деньги в бюджет, там, и расходуются, там, путём проведения открытого конкурса среди коммерческих организаций. Вот, я буквально, там, вчера залез, там, на сайт Министерства труда Республики Башкортостан, который переводится в качестве примера, там, на том же совещании. Ну, если, там, конкурс субсидий для некоммерческих организаций по каждому из 68, там, административных образований от 3 до 15 миллионов бюджет, вот, то есть выставляется на конкурс, там, от 3 до 15 умножаем на 68, там, административных, ну, муниципальных образований, то есть получаем сумму, которая тратится из бюджета, вот, в качестве субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, которые занимаются, там, процессом оказания услуг. В нашем регионе таких денег, ну, просто нет, и я не представляю, откуда их взять, и полностью согласен с губернатором, что, там, если просите такие, там, средства, скажите, от кого их отнять, ну, потому что, там, бюджетная сфера тоже у нас живет неактивно. В этой ситуации мы бы рекомендовали нашим, именно региональным некоммерческим организациям, все-таки ориентироваться, кроме, вот, тех возможностей грантовой поддержки на федеральном уровне, то есть, кроме участия в конкурсе грантов президента Российской Федерации, мы бы все-таки рекомендовали работать напрямую с населением, с людьми, вот, то есть... Каким образом? Ну, организовывать те же самые сбор пожертвований на свою деятельность. На самом деле, ну, тоже... Примеры есть уже? Да, конечно. То, что называется краудфандинг. Да-да-да? В том числе с помощью сети, да? В частности, допустим, в прошлом году, ну, наш центр поддержки НКО оказали помощь восьми организациям, то есть, помогли создать там свои сайты со встроенным функцией там сбора пожертвований, то есть, так называемый плагин лейк, вот, ну, выстроить его, чтобы эти организации могли напрямую обращаться к людям и через свой собственный там ресурс собирать средства. Ну, кроме этого, вот, мы консультируем и по размещению на крупных федеральных площадках краудфандинга, там, Планета.ру, Boomstarter.com, вот, объясняем, у многих получается, вот, пусть это там, допустим, для старта там небольшие денежки, там, ну, 20 тысяч, там, 10 тысяч на проведение конкретного мероприятия или вот для конкретной, там, какой-то нужды, там, организации могут вот с помощью этого механизма собирать. И это деньги не бюджета, это деньги, которые дали люди напрямую, вот. Сейчас у нас в работе, там, вот, несколько таких вот проектов, которые мы помогаем настраивать, там, создать, настроить и общаться напрямую, вот. То есть это не касаясь, там, средств господдержки, вот. Мы бы хотели, чтобы все-таки в наше сложное время, там, организации думали больше, там, своей головой, чем надеялись на государство. И все-таки государство, какой активность это требует? Это нахорошенько. Вам понятно? Ну, вот, понятно, что государство желает видеть некоммерческие организации в качестве, там, союзников при реализации социальной политики. Понятно, что в эпоху экономического, там, кризиса, политического кризиса государству становится не так много бюджетных средств, чтобы гасить ими, там, любые, там, социальные нужды. Государство вынуждено пересматривать свою, там, политику, вот, и обращаться к тем, там, союзникам на местах, которые, как бы, могут помочь и быть проводниками, там, социальной политики. И самое первое, что здесь, там, можно увидеть, это действующие некоммерческие организации, которые как раз созданы самими гражданами для того, чтобы реализовать инициативы, там, в социальной сфере. Улучшаться в нашу жизнь. Да. То есть такие организации могут получить, там, финансирование на социально полезные цели, на облегчение создания новых услуг населения, там, социальных услуг. Вот вводится, опять же, термин, вот сейчас вот предлагаю термин, там, полезная услуга. Вот. Часть государственного задания на оказание, там, социальных услуг может быть отдана на аутсорсинг, вот, в том числе и некоммерческие организации. Которым может, да, заняться конкретной организацией. Ну, на самом деле, вот, мы говорили, что давно было пора это делать, и не только, там, в отношении коммерческих, но активнее просто доставлять социальные услуги, там, по тому же 44-му федеральному закону, вот, на аутсорсинг торги, чтобы субъекты и предпринимательства, и некоммерческие организации могли бы открыто участвовать, там, в конкурсах, и просто получать не безвозвратные деньги, а просто выполнять полезную работу, которой работы у нас много. Ну, к этим предложениям, там, прислушались, но как-то их, ну, как, то есть, это вопрос, присуществующий сети бюджетных, там, учреждений, то есть, если, как бы, часть, часть государственного заказа отдаем на аутсорсинг, там, негосударственным поставщикам, вот, бизнесу, или некоммерческим организациям, следовательно, убираем деньги из бюджетного сектора, то есть, как бы, на содержание бюджетных учреждений остается, там, меньше, то есть, эти заказы, те, которые традиционно исполняли бюджетные организации. С этим надо очень осторожно, и не все, там, не все услуги можно выставить, там, на открытые торги. То есть, понятно, что, если… Когда неспециалист придет, да, в какую-то тему и не сможет, ну, да, не сделает лучше, а навредит просто-напросто, да, в этой медицине. Есть больница, вот, официальная, там, бюджетная больница, там, набор оборудования, квалификации персонала, государственный контроль за ее действиями, там, сложно создать без серьезных капиталовложений, там, отдельный медицинский центр, который… не государственный, который его заменит. То есть, бизнес с этим, ну, как-то справляется, но, разумеется, не… не ровным покрытием по всей территории области. Там, в областном центре есть, допустим, частные, там, больницы, частные медицинские центры, которые могут, там, или и заменяют отчасти, там, официальную государственную медицину, вот, помогают ей, там, оказывать услуги населению, но, опять же, уже в платном режиме. Вот, если им давать какие-то дотации, там, субсидии на оказание, там, вот этих вот услугов, то они могут бесплатно принимать людей, вот, если государство им будет оплачивать эти услуги. Но мы понимаем, что, ну, невозможно, частными больницами засеять, там, всю область равномерным покрытием. То есть… Вот, все-таки, камеры, предприятия, там, прекрасно понимают, руководители, что… Так что, услуга, услуги рознь, вот, какие-то услуги некоммерческие организации могут выполнять, вот, особенно то, что касается прямого общения с людьми. То есть, сходить в магазин за пожилую бабушку, оставшуюся, без, там, попечения, то есть, ну, такие патронажные услуги. И коммерческие организации с этим могут справиться. Давайте еще немного об итогах вашей недавней поездки в Москву, а затем мы перейдем к обсуждению таких самых заметных, актуальных проблем последнего времени нашего города и нашего региона. про продвижение НКО, да? Речь шла на этом семинаре в столице. Я побывал на встрече под названием «Сетевой апрель», вот, это проводила агентство социальной информации и их, как бы, вот, проект под названием «Теплица социальных технологий». Ну, и я лично, и там, наш центр поддержки НКО давно участвует в программе, там, «Теплица социальных технологий». Собственно говоря, поводом для встречи было подвести какие итоги года и обсудить, там, на будущее, каким бы образом развивать в дальнейшем деятельность деятельности, там, не просто НКО, как бы, не вообще про НКО, вот, а деятельность программы «Теплица социальных технологий». Тут речь идет прежде всего о выходе, как раз, некоммерческих организаций в сеть и о решении ряда проблем некоммерческих организаций за счет, там, создания приложений, за счет сетевого общения, за счет создания новых сервисов, то есть, чем, как бы, можно облегчить жизнь, деятельность некоммерческих организаций. Не тратить время, силы на то, чтобы физически, да? Да. Многие инструменты, созданные специалистами «Теплица социальных технологий», поддерживаются, вот, есть отдельный, там, сайт «АйТи волонтер», куда некоммерческие организации, просто инициативные группы граждан могут подавать свои заявки и, там, волонтеры, ну, компетентные, там, в технических вопросах могут помочь в IT-сфере, там… И вот что конкретно? Конкретные решения? Конкретные решения. Настроить сайт, вот, настроить, как раз, вот, там, систему сбора пожертвований через сайт, там… Общение с госорганами. Упростить дело производства в организации, там, вести, ну, там, создать программу, там, учета, там, каталог, базу данных, чего угодно, вот, если некоммерческая организация, там, этим занимается. Да. То есть, в принципе, с подобными запросами много кто обращается, денег у некоммерческих организаций немного, вот, и есть IT-волонтеры, которые, там, могут помочь это сделать или бесплатно, там, просто за устную благодарность, или, там, за какое-то символическое вознаграждение, там, там, ну, вот так. То есть, вот, подобные вещи, они поддерживаются, культивируются в программе, там, предсоциальных технологий. Мы в этом принимаем участие и тоже помогаем, там, многим организациям, особенно для организаций Кировской области, то есть, мы всем говорим, что мы готовы, там, вам и сайт бесплатно сделать, и, там, повесить на наш хостинг, то есть, это не будет стоить ни копейки, помочь настроить плагин лейка для сбора, там, пожертвований. То есть, кому необходимо, те обращаются. То есть, это, вообще-то, работа, это актуально, она у нас есть. Да, 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 да. И, вот, мы встречались в Москве для того, чтобы обсудить, там, из разных городов, там, люди причастны к программе собирались, собирались волонтёры, сделавшие наибольшее количество, там, бесплатных, так сказать, заданий для других, вот, и обсуждали, как бы нам всё это хозяйство улучшить, развить. А в какую сторону надо улучшить? Придумать новые сервисы. Ну, вот, моё предложение, то есть, я считаю, что крайне не хватает, там, облачной бухгалтерии для НКО. То есть, бухгалтерия для НКО, ну, обладает ряд специфических требований. То есть, когда она хранится непосредственно на компьютере, Да, да, да. Чтобы часть работы можно было сделать, там, удалённо, там, теми людьми, которые, там, не сидят постоянно в офисе. Вообще, тема бухгалтерии для НКО, там, бухгалтерская программа, обычно, это коммерческий продукт, который стоит денег. Вот, не каждая НКО может себе позволить поставить платную версию, там, бухгалтерии, там, на свой компьютер, бухгалтера, чтобы приходить в офис, там, ну, вот такие вещи. То есть, я вижу, что есть в этом необходимость. То есть, чтобы заносить документы, там, онлайн, с помощью, там, веб-форм, вот, чтобы бухгалтер, находится он, там, в соседнем доме, там, в соседнем микрорайоне, там, или вообще в другом городе, мог эти данные обработать, подготовить отчёты. Примеры такие есть в бизнесе, но пока, там, цена продукта очень дорогая. Да, всё опирается в то, что бизнес и НКО, да, в разных домах. То есть, для того... Материальная, так сказать, обеспеченность здесь структура. Продумывали про решение, как бы, уже существующих продуктов, там, в теплице. То есть, тот же самый плагин «Лейка» по сбору пожертвований, как его улучшить, чего не хватает, что ещё поделать. Собственно, как модернизировать работу, там, портал IT-волонтёр, вот, чтобы было понятнее, как разместить туда задания, и как волонтёрам легче принять, там, участие в этих заданиях. То есть, ну, вот такие вот вопросы. Вся страна, кстати, была представлена? Да, почти сама вся страна, то есть, по крайней мере, из многих регионов, там, из Сибири, и из центра России. Так можно назвать каких-то передовиков, что ли, у которых больше всего идей полезных рождается, или вы все в каких-то одинаковых условиях? Ну, мы как-то, да, в равных условиях. Есть просто конкретные, там, волонтёры, которые, там, для других сделали, там, чуть больше заданий, там, есть, которые чуть меньше заданий, вот, для других организаций. Ну, вот, я через, там, допустим, вот эту программу, там, IT-волонтёр, там, тоже помогал многим организациям, там, со страны, и сейчас продолжаю помогать, там, администрировать, помогаю администрировать и настраивать, там, веб-ресурсы и в Москве, и в Новосибирске, и прочим-прочим, ну, то есть, некоммерческим организациям, деятельность которых, в первую очередь, интересна, у которых, там, нам можно поучиться, там, им внедрить какие-то элементы, которые у нас, там, хорошо сделаны. Вот, то есть, это такое сетевое общение, мы взаимно дополняем друг друга. У нас сейчас небольшая реклама. Я напомню, что это особое мнение Олега Ткачёва, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, члена общественной палаты Кировской области. После небольшой рекламы мы перейдем к другим темам. Продолжаем программу, напомню, что беседую я сегодня с Олегом Ткачёвым, руководителем Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, члена региональной общественной палаты. Вот, хотелось бы выслушать сейчас мнение ваше как человека, как общественника, по следующей теме. Накануне в воскресенье, порядка двух тысяч человек в Ахрушах протестовали против строительства неподалёку далеку полигон от бытовых отходов. Мы первый раз уже поднимаем эту тему в эфире. Люди выходят, активно протестуют. Вот как вы думаете, а это такое активное высказание протеста, оно может изменить ситуацию? Остановить это строительство? Строительство это идет? Ну, любые протестные выступления, любые активные выходы людей, они могут в горы свернуть. Вопрос, а что дальше? Не строить полигон или строить его в другом месте. Ведь, да просто, не просто отказаться от идеи строительства и все, и забыть. Полигон нужен в любом случае, да? А куда девать? Куда девать мусор? То есть, города растут, мусор куда-то надо вывозить. Вопрос глубокой переработки стоит еще дороже. Я за СИЦЕО, за вопросы глубокой переработки мусора. Предприятие мусор перерабатывает. Потому что, что такое полигон? Полигон это просто яма, выкопанная по особым правилам, куда слоями там закапывается, утрамбовывается. И это лежит там, ну, будет лежать там несколько сотен лет в этом виде. Это не переработка. Все-таки вторую жизнь, многие виды ресурсов надо перерабатывать. Но это дорого, требуется там оборудование, требуется сортировка и прочее, прочее. То есть, тема там, не на один миллиард рублей, то есть, про переработки. Что делать с мусором? Это стоящая там реальная, глобальная проблема. Это не только бахуша проблема. Но что людям-то делать? И дальше продолжать выходить? Да, выходить надо. То есть, если, это самая речь идет о том, что полигон прямо здесь, вот, и этот полигон, он задевает там, вот, непосредственно там, где-то поблизости, там, городской черте, вот, стоит обсуждать место расположения полигона. Вот, стоит обсуждать, там, есть ли другие возможности, что поделать с этим мусором. Стоит обсуждать, там, сроки, там, меры безопасности, меры экологической безопасности при строительстве этого полигона. Ну, как, ну, можно просто отказаться. Ну, этот вопрос сам-то не рассосется. То есть, там, тысячи тонн мусора, они ведь все равно будут копиться. А может быть, активнее голосовать за эту инициативу на сайте Вместе Киров? Вот, 79 голосов я заходил вчера, смотрел вечером на сайте Вместе Киров за прекращение строительства полигона. Вы помните, что 5 тысяч надо набрать? Вот, если предположить, что 5 тысяч наберут. Ну, ну, это самое. Предположить, что, там, наберут, тогда, как бы, хорошо, будет принято решение, что именно в этом месте полигон не будет строиться. Значит, он будет строиться в другом месте, не в Ахрушах, там, с другой стороны от Словоцкого. Ну, или где-то еще. Вот, тогда те жители начнут протестовать. То есть, я не вижу, там, позитивного, такого, разрешения, там, чтобы были довольно абсолютно все в итоге. Позитивное разрешение можно, может быть, будет, когда действительно появится, там, программа утилизации, там, бытовых отходов, там, там, большие программы утилизации бытовых отходов. Не просто закапывать их в землю, вот, а действительно перерабатывать, тогда тоже встанет вопрос, где строить это перерабатывающее предприятие на территории, там, Кировской области. Вот. Но это может быть даже прибыльно, и, то есть, мировая практика показывает, что это становится прибыльно, но здесь, вот, скажем так, большого опыта у Кировской области в этой сфере еще нет. Вот. А хотелось бы, чтобы это было. Не хотелось бы, чтобы этот мусор служил, там, еще долго, там, в виде, там, других продуктов, и не пришлось бы закапывать его просто в землю. Сейчас о другой инициативе. Хочу поговорить, узнать ваше мнение, ваш прогноз. Я про тот же сайт, вместе Киров, вместе Киров. Только-только секретарь общественной палаты Кировской области, Дмитрий Курдемов, и глава города, Владимир Быков, договорились о том, чтобы порог вот этих инициатив, голосов под каждой инициативой был снизен с 5 тысяч до 500, до 500. И буквально через несколько дней инициатива набирает это самое количество голосов, 500, инициатива проведения публичных слушаний по поводу колеса обозрения на театральной площади. Как вы считаете, публичные слушания будут проведены? А, сложный вопрос. Общественное обсуждение. Сложный вопрос. Я всецело за то, чтобы публичное обсуждение было проведено, но не надо обрещаться, то есть, что итоги публичных слушаний или обсуждений должны являться таким категоричным основанием для отказа от строительства каких-то объектов. То есть, это немножечко разные природы явлений. обсудить можно. Я не совсем понимаю, чего боятся инициаторы постановки того же колеса. Действительно, много людей хотят эту тему обсудить. Почему бы и нет? Общественная палата готова выступить организатором обсуждения. Это было уже заявлено. Да, были об этом разговоры. однако позиция городской администрации говорит о том, что по нестационарным объектам не требуется, ну, юридически не требуется обсуждений и они в... Но вот чисто по-человечески надо. Но вот чисто по-человечески, да. Я полностью... Как оно в итоге будет, ну, я не знаю, мне самому любопытно. А мне любопытно, я бы хотел, чтобы обсуждение все-таки состоялось, чтобы пришли сторонники и противники высказали друг другу все аргументы за, против и как-то к этим аргументам все-таки отнеслись. Вместе с тем, я совсем не уверен, что это может привести к отмене строительства этого объекта, потому что аукцион уже прошел, уже какие-то там работы... Да, вся информация уже, да, по этому уже выложена. Отменять это все крайне сложно. поезд ушел, а когда была возможность его вовремя остановить, была ли такая легальная возможность, я сомневаюсь, что вообще такая возможность была. И поэтому вот эта тема с колесом это очередная такая не очень приятная история недоговоренности между жителями, гражданами и инициаторами какой-то стройки. Причем здесь приняли участие и городская администрация, и крупный бизнес. История неприятная в замешательстве, что там дальше будет. История неприятная, я не знаю, как выступать в роли гадалки, говорить, что обсуждение будет и все это поможет. Я не уверен, что поможет. Кстати, на том же сайте вместе Киров одна из таких аховых инициатив, вы ее безусловно видели, что-то вроде стенда установить перед входом в администрацию города Кирова, и на этом стенде про конкретные городские проблемы рассказывать, чтобы это в первую очередь видели чиновники, потому что они там якобы не знают, в чем город живет. Как вам эта инициатива? Давайте сделаем для них стенд прямо перед входом в администрацию, где они будут видеть все результаты своей работы, а результаты еще своей работы не придуманные на бумаге, а реальные. Если будут жалобы, значит плохо работают. Если не будет жалоб, значит и проблем не будет. Первый вопрос, кто писать, кто оформлять, будет обновлять. Я бы тоже с этого вопроса начал, кто этим будет конкретно заниматься в техническом плане. Инициатива интересная, забавная, а почему бы и нет, собственно говоря. Я просто думаю, что если действительно это через инициативу вместе Киров проголосуют и, скорее всего, администрация с радостью на это согласится, в таком случае специально выделенный чиновник городской администрации будет регулярно вешать отчеты администрации на этот стенд, по которым будет все хорошо. Сенсации не случится. Ну да, сенсации не случится. Такое предположение, как это обычно могло бы закончиться в подобных случаях. Мне кажется, здесь даже администрация может просто взять это на вооружение и опередить и сказать, да, мы согласны. Администрация на самом деле есть чем похвалиться, кроме грязных дорог, кроме есть и фотографии тех мест, которые действительно прибрали, есть фотографии красивых объектов, их можно повесить на стенд, но это не отменяет всего остального, чего видит рядовой горожанин каждый день, проходя мимо своей свалки. Остается у нас буквально 4-5 минут, давайте по 2 минуты на еще каждую тему, хочу узнать ваше мнение. Во-первых, предлагаю вернуться туда же в интернет-пространство, вы как специалист, в этой сфере много чего помогаете и знаете. Я про сайт внучатом РФ, который был презентован на прошлой неделе, я думаю, что все мы слушатели Эхо знаем, что есть у нас проект волонтеры информационного общества, мы об этом периодически говорим, и вот в рамках запущен сайт, с помощью которого якобы наши бабушки, дедушки могут продавать вещи, сделанные своими руками. Зашли на сайт, посмотрели? Да, я зашел и посмотрел. Ну, симпатичный сайт. Он простой, понятный. Да, он простой, понятный. А вот наполнение там, я имею в виду объявление. Объявления мне показались слишком красиво сделаны, с качественными фотографиями, то есть я сомневаюсь, что это действительно рядовая бабушка сфотографировала своего любимого козлика, которому требуются подруги. Невеста. Нет, мы на самом деле на прошлой неделе в развороте говорили об этом, в том числе с разработчиками сайта, они уверяют, что не обязательно бабушки, все желающие могут. то есть это получается еще одна доска объявлений, которых масса. Еще одна доска объявлений, которых может быть масса, но тут ведь вопрос создания очередного ресурса, я приветствую там всецело всегда создание очередного ресурса. Тут вопрос не в том, насколько красиво это нарисовано, вопрос в том, насколько у разработчиков и администраторов этого ресурса хватит сил убедить целевую аудиторию, собственно говоря, тех бабушек действительно выкладывать свой товар, то есть пользоваться этим инструментом. Сам по себе он инструмент, это всего лишь программа работающая удаленно. Если этим будет кто-то пользоваться, если к этому приложится ресурс аккумулирования трафика того же самого правительства, если правительство сможет его, грубо говоря, пропиарить так, чтобы этим действительно начали пользоваться бабушки в отдаленных селях Кировской области, то тогда эти бабушки могут получить пользу. Если туда зайдут реальные покупатели, много-много таких если-если-если-если, то почему бы и нет? Все очень хорошо и красиво смотрится. Но возникает ряд сомнений. А если у бабушек интернет, умеют ли они действительно им пользоваться, для какой действительно части людей это актуально, для какой-то безусловно это актуально. Кто-то сможет найти то, что им нужно. Я там приветствую опять же создание нового ресурса и дай бог если у инициаторов все получится и они смогут заинтересовать свою целевую аудиторию, привлечь, удержать ее и если это пригодится хотя бы кому-то, то слава Владимир. Олег, еще пару минут и еще ваше мнение по поводу такой перетрансформации проекта «Покупай Вятское». «Вятские покупают Вятское». Вот такой у нас лозунг планируется внедрить и широко его пропагандировать как сказал один из моих знакомых каким-то сепаратизмом попахивает. Вятские только Вятские. мне как бы вот это переформентирование оно немножко забавное, ну просто забавное, потому что сразу возникает много разных смыслов. А почему Вятские покупают Вятское? То есть это нечто среднее между это вопрос или утверждение или диагноз ну вот как-то масса вопросов возникает. Улыбку вызывает. Вместе с тем я полностью согласен с основным содержанием этого посыла местных товаропроизводителей поддерживать необходимо. В такой ли форме не поручусь что именно в такой форме то есть вот эта лозунговость мне не близка. Я прекрасно понимаю опасность для местных производителей со стороны федеральных ритейлеров производителей других регионов и так далее из других регионов заубежья. Да, здоровый протекционизм нам нужен. Идею приветствую реализация вызывает улыбку. Есть посмотреть что там будет. Спасибо. Завершается время особого мнения. Гость студии Олег Лукачев руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций член региональной общественной палаты. Всего доброго. До свидания.